Друзья, всем огромнейший привет! Октябрь 2023 года нас порадовал новыми обновлениями. Итак, вышло обновление Lightroom 13.01 и обновление Camera Raw 16.0. Четыре важных обновления, которые меня очень сильно порадовали. И сегодня я хочу не просто о них поговорить, а рассказать, как ими правильно и эффективно пользоваться, для того, чтобы получать наилучший результат. Добавление эффектов размытия и боке, редактирование в режиме HDR, точное редактирование цветов и фильтрация пресетов, или как их еще называют, стилей по названию. Кстати, если ты впервые на моем канале, заглядывай на мой сайт и забирай в подарок набор Desire для Lightroom и Camera Raw. Ссылки на все соцсети нашего сообщества находятся в описании к этому видео, но мы не будем больше терять времени и поехали! В правой панели, друзья, появилось у нас новое меню, которое называется «Размытие объектива». И здесь вы видите кнопочку «Ранний доступ». Это говорит о том, что функция пока еще экспериментальная. Компания Adobe еще ее допиливает, но уже сейчас она показывает довольно-таки неплохие, интересные результаты. Давайте перейдем в новый раздел «Размытие объектива» и посмотрим, как работает его функционал. Для того, чтобы функция активировалась, необходимо кликнуть галочку «Применить». Искусственный интеллект определяет основной объект на кадре, делает автоматический грипп, глубину резкости и размывает фон. И далее нам предоставлены дополнительные регулировки, при помощи которых мы можем украсить, дополнить, доработать наше изображение. Итак, что мы здесь видим? Давайте прям пойдем по порядку сверху вниз. Итак, степень размытия. Этот ползунок либо уменьшает размытие в ноль, соответственно, вы получаете дефолтное состояние, именно такое, которое есть на вашем изображении. И на 100% у вас появляется размытие. Далее мы с вами видим 5 различных рисунков боке, и мы можем выбрать. Я попозже покажу на ночной фотографии, там интереснее, непонятнее, можно будет рассмотреть, как работают эти бокешные рисунки. В принципе, все достаточно интересные. Сразу автоматически добавляется объем к нашему изображению, и если даже у вас недорогой бюджетный объектив, теперь вы можете легко доработать вашу фотографию, и она будет выглядеть более профессионально, как будто вы снимали на какую-то топовую оптику. Далее мы видим шкалу, и на шкале у нас обозначены объекты, которые находятся в зоне резкости и которые размыты. Для того, чтобы визуализировать размытие, необходимо кликнуть на галочку под шкалой. В желтый цвет подсвечиваются объекты, которые находятся у нас в зоне резкости, и красные и оранжевые оттенки нам говорят о том, что зона размытия постепенно начинает переходить в зону резкости. В самой шкале мы с вами можем зону резкости и зону размытия изменить, таким образом сделать более широкий или более узкий гриб, глубину резкости. Теперь давайте снимем галочку и посмотрим дополнительный функционал. Снизу мы с вами видим еще две дополнительные кнопки, фокус и размытие. И когда мы кликаем на одну из этих кнопок, у нас появляется дополнительная кисточка, и мы при помощи этой кисточки можем доработать ту или иную зону, добавив в нее, соответственно, либо резкости, это нажав на фокус, либо размытие, сделав более естественные и плавные переходы для того, чтобы фотография выглядела наиболее правильно с технической точки зрения. Далее, друзья, давайте посмотрим, как размытие объектива сработает у нас на ночной фотографии. Кликаем применить. Степень размытия я сделаю на 100%. Для того, чтобы лучше разглядеть буке, давайте мы немножко сделаем покрупнее фотографию. Вот у нас появились букешки. Как вы помните, их не было на этом изображении. Вот так фотография выглядела без размытия. И вот так она выглядит с размытием. Здесь можно еще доработать немного кисточкой, сделать более правильную глубину резкости. На этом я останавливаться не буду. На этой фотографии я хочу вам показать, как прорисовываются буке. Давайте пойдем слева направо. Выберем первый рисунок буке. Обычный слегка размытый круг. Усиление у вас будет стоять по умолчанию 50%. И мы с вами этим ползунком добавляем раздвоение и легкое размытие нашего рисунка буке. То есть, смотрите, вот сейчас у нас, видите, простые размытые кругляшки. И если мы усиление с вами сделаем до 100%, то мы увидим легкое дрожание. Они как бы у нас раздваиваются. Такой эффект тоже достаточно интересный. Я специально сделаю все на 100% для того, чтобы вам лучше увидеть, как меняется рисунок буке. Это будет наиболее показательно. Давайте перейдем к следующему рисунку буке. Вот видите, вот появились вот такие вот колесики. Теперь у нас дальше идет пятигранник. Очень интересное буке будет оригинально смотреться как на городских фотографиях, так и на каких-нибудь ночных вечерних портретах. Далее у нас следуют вот такие вот интересные колечки, похожие на пончики. И пятый рисунок буке в виде лепестков слегка заостренными краями. Мне очень понравился пятый вариант, который сейчас вы видите на своих экранах. И средний вариант, пятиугольник. Очень интересно смотрится. Ну и вот так, собственно говоря, выглядит наша фотография. Давайте посмотрим, нажимая на глазик, что у нас происходит. Итак, до применения размытия, после применения размытия. Нет, друзья, это реально круто. Мне на самом деле очень понравилось. Очень интересный инструмент. При грамотном использовании можно получать дополнительный объем, дополнительные боке, дополнительное размытие. И для этого не требуется иметь в своем арсенале дорогостоящий объектив. Двигаемся дальше, друзья. И теперь давайте посмотрим, как у нас отрабатывает новый инструмент точечная коррекция цвета. Находится она вот в этом разделе смешения цветов. И теперь у нас здесь появился цвет точки. Вот это тот самый инструментарий, о котором мы сегодня поговорим. Давайте я применю какой-нибудь пресет, например, вот этот. И мне здесь не нравится цвет вот этих вот накидок на фигурах монахов. Я хочу его доработать. Я беру пипетку, выбираю наиболее плотный по цвету участок на фотографии. На палитре у меня появилась точка, которая определила этот цвет. Но здесь не все так просто, потому что цвета иногда совпадают. И работая с красными, с оранжевыми оттенками, можно затрагивать, например, цвет кожи. И каким образом нам проработать только то, что нам нужно? Для этого у нас существуют внизу вот эти вот ползунки, которые позволяют нам уточнить цвет. Для этого нам необходимо кликнуть отобразить диапазон. Мы видим с вами, на что у нас распространяется выделенный цвет, когда мы взяли его образец. Видите, вот здесь вот на юбке, у этого персонажа на футболке и кое-где на коже. Итак, у нас есть три диапазона. Диапазон оттенка, диапазон насыщенности, диапазон яркости. Каждый этот диапазон может двигаться в любую сторону, но точкой обозначен образец, который мы с вами выбрали. Вот он стоит здесь. И за его пределы нам не даст увести. Мы можем расширить этот диапазон, можем его подвигать влево-вправо и можно поджать его вот этими двумя бегунками, также слева и справа. Я думаю, что после того, как вы обработаете пару фотографий, вы легко поймете, как устроен этот инструмент. А вам необходимо путем движения вот этих ползунков добиться такого эффекта, при котором будет окрашен только тот объект, в который вам необходимо внести изменения. Все остальные объекты должны стать серыми. После того, как вы добились необходимых результатов и ваш цвет выделен, можно убрать, отобразить диапазон, отразятся все цвета на фотографии. И теперь вы можете подвигать либо вот здесь и изменить тональность и насыщенность, а правым ползунком добавить яркости или наоборот сделать более темный цвет, либо нижними ползунками сделать то же самое действие и подобрать именно тот цвет, который вам необходим. В отличие от классического смешения цветов, данный инструмент позволяет нам локально, в узком диапазоне цвета, произвести необходимые нам изменения. Далее, друзья, режим HDR. Он, конечно, наиболее полностью раскроется на устройствах, на мониторах, которые поддерживают режим HDR, но даже без поддержки этого режима можно значительно улучшить свое изображение. Особенно, если вы снимаете в контровом цвете и у вас тени просто сильно ушли в темноту и там практически пропала информация. Так вот, режим HDR позволяет нам вытащить дополнительную информацию, дополнительные пиксели, если так можно сказать, из светлых участков и из темных участков. Как это работает? В панели основные у нас всегда был режим авто ЧБ и появился еще HDR. Сейчас обратите внимание на изображение и на гистограмму. Я нажимаю кнопочку HDR или HDR, как вам удобно. Как вы могли заметить, фотография стала немного ярче. Гистограмма разделилась на две части. Теперь у нас есть левая часть SDR и правая часть HDR. И если мы будем с вами двигать экспозицию вправо, то мы видим, как у нас гистограмма продолжит свое движение в зону HDR. То есть, таким образом у нас будет добавляться с вами информация. Пусть вас пока не смущают засвеченные области. Сейчас я покажу, как это все работает. Давайте, во-первых, мы посмотрим, что у нас зона HDR делится на четыре панели. Это называется ступень HDR. По умолчанию у вас открыты четыре. Но я думаю, что максимум, что вы будете пользоваться, это двумя ступенями, а чаще всего даже одной. Что происходит в этом случае, когда мы активируем какую-либо из этих кнопок? У нас сразу гистограмма урезается и ставится либо одна ступень, либо две ступени, либо три. Я сделаю одну ступень HDR. Теперь я подрегулирую здесь гистограмму, чтобы она у меня не выходила за крайнюю точку, чтобы не терять информацию на фотографии. Светлые области, белые, я могу подрегулировать. Тени могу добавить. И, друзья, если мы с вами заглянем в тоновую кривую, вот у нас вот эта область стандартная, привычная нам, СДР и вот эта зона HDR, которая дает нам дополнительные возможности, в том числе и работы с кривой. И теперь вы можете подрегулировать светлые области, а темные немного вытащить из тени. Таким образом уравновесить фотографию. Именно так видит глаз. Он видит абсолютно одинаково и светлые области, и темные области. Одинаковые освещенности оптика пока этого делать не умеет. Поэтому у нас есть с вами такие инструменты, как HDR. Самое главное не злоупотреблять этим инструментом, а правильно им пользоваться для того, чтобы получать наилучший интересный результат. Друзья, если вам не нужно редактирование в HDR, обратите внимание еще на очень интересные параметры. Здесь есть предпросмотр для отображения СДР. Если мы с вами кликнем сюда на галочку, у нас появляются дополнительные настройки, которые проработают светлые и темные области на нашем изображении, но при этом это будет в рамках СДР, но иметь функционал более широкого динамического диапазона. Ну и сразу, как вы видите, у нас гистограммка схлопнулась, и осталась только область СДР. Если мы уберем галочку, то у нас фотография вернулась к нашим настройкам HDR. Если мы с вами будем сохранять эту фотографию, по умолчанию цветовое пространство у нас стоит sRGB. Если мы кликнем на выход HDR, у нас появляется новый формат. На выбор здесь их предоставляется в данном случае два формата, бывает еще и третий формат HDR. Если вы сохраните этот файл, он будет доступен для просмотра на тех мониторах, где функционал HDR присутствует. На обычных мониторах, скорее всего, у вас этот файл читаться не будет. Но если вы даже сохраните изображение без этой галочки, то все проработанные участки, которые вы вывели при помощи нового функционала редактирования в HDR, отобразятся на вашем изображении, даже на обычном мониторе. Вы увидите более интересную, более проработанную фотографию, где большее количество информации в светах и в тенях. Мы двигаемся дальше, друзья, и у нас последняя новинка, которую нам предоставили Lightroom и Camera Raw, это фильтрация пресетов или стилей по названию. У меня большое количество пресетов, более тысячи штук, и при обработке, например, городской фотографии, мне будет очень тяжело ковыряться в этой громадной библиотеке, подыскивая необходимый пресет. Поэтому я могу кликнуть вот сюда на это поле поиска, ввести слово City, и как вы видите, у меня отобразятся все пресеты, которые содержат в своем названии слово City. Не обязательно в своем пресете вставлять полностью слово там City или пейзаж, можно добавить в название пресета буквально две-три буквы, по которым вы будете идентифицировать и фильтровать ваши пресеты. Ну, например, для городских пресетов будет достаточно две буквы С и Т. Очень полезные все четыре обновления, я обязательно с удовольствием буду всеми ими четырьмя пользоваться. А на сегодня это все, друзья. Если видео было полезным и понравилось, не забудь поставить лайк, подпишись, чтобы не пропускать новые полезные видео. А с вами, как всегда, был Серджио. Желаю вам творческих высот, всем добра и мира, и до новых встреч в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok